Приветствую! Наконец-то свершилось! Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 8009. Это тот самый законопроект, который добавил новое основание для увольнения с воинской службы. При этом данное основание касается как тех людей, которые были призваны на воинскую службу по мобилизации, так и тех людей, которые добровольно заключили контракт. Здесь я не могу не отметить, что данный законопроект был подан на подпись Владимиру Зеленскому еще 8 мая, и только 18 июля он был подписан. Вот здесь прям, знаете, вот скорость поражает. Это же не та скорость, с которой был подписан закон, когда людей некоторых лишили отсрочки. Вот там в течение нескольких дней появилось это изменение, проголосовали, подписали и внедрили уже в действие. На сегодняшний день закон 8009 только подписан, еще не опубликован. Снимаю данное видео 19 июля. Как только он будет опубликован, обязательно сделаю соответствующую заметку у себя в телеграм-канале. Ссылочка есть в описании к этому видео. Но уже сегодня понятно, что этот закон вступит в силу, надеюсь, в ближайшее время, и те из вас, у кого есть соответствующие основания, может уволиться. А сейчас надо готовить документы. Давайте сейчас посмотрим, что это за законопроект, какие изменения ним вносятся, и поговорим о том, какие же документы будут нужны. Вот этот закон, как мы с вами видим, он вносит изменения в статью 26 Закона Украины о воинской обязанности и воинской службе. И здесь изменения эти касаются часть 4, это та часть, которая касается людей, которые были призваны на воинскую службу в связи с мобилизацией в Украине. И часть 5, это те люди, которые служат сейчас по контракту. Эти пункты, эти абзацы, вернее, они идентичные, поэтому будем говорить только в одном случае, да, вот здесь его разберем. Итак, как он звучит? Если их близкие родители, человек, дружина, сын, донька, батько, мати, дядь, баба або родный, повноридный, неповноридный брат или сестра загинули або пропали безвестей И так, давайте разберемся. Что здесь говорится, о чем идет речь? Ну, во-первых, нужно понимать, в каких случаях может быть вопрос об увольнении. Тут есть, по сути, два случая. Якщо родичи загинули або пропали безвести. Кто эти родичи? Перечень этих родичей здесь указан. Повноридный, неповноридный брат. Здесь имеется в виду, когда у вас там разный отец, да, допустим, либо разная мать. Соответственно, там двоюродные братья уже не годятся. То есть, как минимум, один из родителей у вас должен быть общий. В каком случае засчитывается вот эта гибель, либо пропажа безвести? Только в том случае, если это произошло во время осуществления мер по обеспечению нацбезопасности во время АТО и во время военного положения. Соответственно, конечно же, вопрос идет сразу о документах. Какими документами можно подтвердить это? Подтвердить это можно будет либо документом от ВЧ о том, что человек погиб, либо пропал безвести, либо документом от ТЦК и СП. Они тоже выдают этот документ. И, соответственно, что вам нужно будет приложить к рапорту? Мы прекрасно понимаем, что для увольнения здесь нужно будет написать рапорт. Соответственно, вы должны приложить документ, подтверждающий, что человек пропал безвести, либо погиб. Соответственно, берем такой документ в ТЦК и СП, либо в ВЧ. Далее мы должны подтвердить родственные связи. Как мы можем подтвердить родственные связи? Если человек дружина, соответственно, это свидетельство о браке. Если сын, донька, батько, маты, то свидетельство о рождении. Если мы говорим про дидата бабу, то здесь нужно два свидетельства о рождении. То есть, ваше свидетельство о рождении и свидетельство о рождении вашего отца, либо матери. При этом, если мы говорим, что это дедушка-бабушка по материнской линии, то два свидетельства о рождении, скорее всего, будет мало. Почему? Потому что мама изменила фамилию. Скорее всего, да, выйдя замуж, она изменила фамилию, поэтому вам нужно будет добавить еще свидетельства о браке вашей мамы, чтобы подтвердить изменение фамилии. И когда мы говорим о братьях и сестрах, то в этом случае мы должны будем приложить два свидетельства о рождении. Ваши свидетельства и, соответственно, вашего брата либо сестры. Потому что только таким образом можно установить, что вы имеете одних и тех же родителей. Итак, если у вас есть эти документы, то в идеале вам нужно заверить их нотариально. Но, в принципе, если такой возможности нет, можно попробовать просто распечатать их и на каждой копии документа написать. Сгидно с оригиналом, дата, ваша фамилия, инициалы и подпись. В принципе, есть ВЧ, которые готовы принимать документы в копиях, заверенные лично военнослужащим. Но при этом будьте готовы к тому, что от вас все равно могут потребовать предоставить нотариально заверенные копии. Вместе с рапортом эти документы вы подаете, соответственно, в ВЧ. Ну и дальше, собственно говоря, ждем уже приказа о увольнении. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы найдете на нем еще массу полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok